Словно кульминация произошла до завязки повествования. Вот и фестиваль средств массовой информации регион-медиа начался сразу с острой и больной темы. Какой образ у Забайкаля в информационном поле? Спикеры согласились, негатива, конечно, больше, но не через чур ли много. И может ли столь отрицательный образ повлиять на экономику региона? Вот представьте, вы зашли со стороны в интернет, в медиа и начали читать прочиту. Что вы прочитаете прочиту? Ну, хотя бы примерный объем позитива и негатива. А? Ничего хорошего, да. Но грубо, там коллеги меня поправят, процентов 70 будет негатива, 25 будет нейтральных каких-то вещей, сообщений, там, то-то, то-то, совещания прошли, кто-то приехал, ехал. Ну и дай бог, если 3-5 процентов позитива. Вот я как инвестор какой выбор сделаю, в чью пользу, в Читу или в Ивановск? В Ивановск, конечно. Я уйду в Ивановск, я не буду работать в Чите, потому что здесь что-то не то. Я не буду разбираться, это не моя задача. Правовые медиариски, поджидающие журналистов на каждом углу. Еще одна ключевая тема, которая будет обсуждаться в рамках фестиваля средств массовой информации. Спикеры бьют тревогу, лишь мизерный процент журналистов и пресс-секретарей узнают о штрафах, которые грозят им за написание определенных материалов. У нас был интересный опыт. Мы в рамках нашего прошлого мероприятия, которое у нас было в Якутске, в конце июня проводили интерактив. Это когда людей разбили на группы, они вместе отрабатывали определенные информационные кейсы. Мы с нашим юристом подготовили такие примеры, и люди готовили тексты пресс-релиза и новости. Я вам скажу так, что ни одна новость, согласно тем критериям, которые были поставлены, тем критерий, не обошла, скажем так, штрафы. То есть, с третьим штрафом на один пресс-релиз, если быть максимально корректным и жестким, с точки зрения правовой оценки этих пресс-релизов, ни один пресс-релиз не мог обойти штраф от 200 до 300 тысяч. Это хорошо, просто не было окази, скажем так. Но люди должны понимать особенности правовой работы, поэтому это одна из задач, которую мы выполняем в рамках нашей активности. За два дня форума забайкальские журналисты смогут посетить насыщенные семинары, мастер-классы, интерактивы. Продлится фестиваль до 4 сентября.